Катенька, давай... Алла, ну это сложный вопрос. Говорить правду-правду тяжело, потому что некорректно по отношению к коллегам. Рассказывать и врать, и говорить, что всё прекрасно, и нет, грубо говоря, никакой дедовщины. Это неправда. Ну зачем врать? Ну хорошо, будем считать, что в каждом театре по-своему. Да, в каждой избушке свои игрушки, точно. Самое чудовищное в этой профессии, это когда ты заканчиваешь, ты понимаешь, что ты можешь, что-то ты, конечно, ещё не понимаешь, но ты уже знаешь хотя бы какую-то самую низкую свою плату. Да, ты понимаешь, что вот не хуже. И дальше ты вот с этим не хуже должен стучаться в двери, в Мосфильм, Ленфильм, не знаю, поехать в Киев на Довженко, где вообще ничего не происходит, и говорить, возьмите меня, пожалуйста, такая артистка хорошая, я вам сейчас всё покажу. Хотите сейчас танцую, хотите спою, я могу, смотрите, что, могу басом, хотите басом. Вот это вот ужасное, что с тобой происходит, какие-то, не знаю, как реинкарнации какая-то, собачку, я не знаю, что это. Это не каждый выдерживает, поэтому очень много потрясающих артистов, там, как тот же Смоктановский, который просидел под лестницей, как про него говорят, очень долго, да, там, работал кем угодно, только не артистом в театре. Это потому, что нет возможности говорить «я», извините за микрофон, да, да, не у всех есть физические и душевные силы вот так вот долбиться во все двери. Ну да, да, это дикий марафон, это совершенно меняется характер, становишься, у меня лично какой-то прям запас цинизма, я приобрела запас цинизму теперь надолго, отношению к профессии, что, в общем, очень полезно. Это нервные срывы, безусловно, это невозможность выспаться, это бешеное количество очень плохого качества текст, который, если ты успеваешь, если ты не спишь еще, если ты уже в 6 утра на площадке, ты успеваешь сообразить, как его подстроить под нормальный человеческий, чтобы можно было как-то сложить вместе чувства, эмоции и человеческий текст, и не говорить о туфле это лицо женщины, я до сих пор помню этот текст. А почему такого плохого качества сценария? Потому что тоже пишут какие-то студенты, которые тоже там уже себя не помнят, там что-то пишут. Потому что это экономия, Алла, все экономят. Мы возьмем самого дешевого автора, по интернету мы напишем, что мы хотим от него, он напишет диалоги, эти диалоги часто не совпадают с диалогами, которые пишет другой автор. И очень часто, например, кого-нибудь зовут в одном тексте Василий Иванович, его же зовут Василий Петрович в другом, но в следующей серии. И это все за всем следишь ты, на самом деле, актер. Ну да, потому что это... Какой кошмар! Это нервы постоянно, ты постоянно в каком-то взвинченном состоянии, и все время хочется так, ну, calm down. Дайсти к режиссеру и сказать, слушайте, ну, стыдно же, вот это, вот как бы что-то... Режиссеров много, Алла! Или ты молчишь вообще? Режиссеров много! По принципу не высовывается. Нет, я вначале молчала, а потом я поняла, что на экране я, и вот в этой сцене отвратительно буду выглядеть я, и в итоге... Ты начала бороться за свои права? Я начала бороться, да, и в какой-то момент, когда, опять же, когда не устаешь, иногда нет сил говорить, что хорошо, хотите так, да пожалуйста. Да, хотите, чтобы она выглядела идиоткой, в этой сцене она только что рыдала, а теперь она почему-то радуется жизни, пожалуйста. Они у вас не склеятся, не смонтируются, но это у вас не смонтируются, я что могла, я сделала. Ну, расскажи про вот этот сериал «Огонь любви», кого ты там играешь, что это за история? Это, слава богу, закончилось. У меня перерыв сейчас. История... Сколько серий было? Я сейчас боюсь соврать. Много? Ну, много. 200 еще. 200 серий? То есть это мыльная опера? Да, да, это мыльная опера была. Мыло. Персонаж изначально был выписан круглой идиоткой, как ты говоришь. Я попыталась что-то вместе с режиссерами, вместе я пыталась списать письма сценаристам, молять их и добавить хотя бы чуточку чувства юмора. Даже, я про это даже нету речи. Пожалуйста, можно нам будет шутить иногда? Пожалуйста. У меня есть какие-то совершенно дикие сцены, трагические, с потерей ребенка. А, то есть там было вот чисто драматически, было что сыграть, да? В конце концов, там стало появляться что играть. Вот уже ближе к моему финалу, когда моего персонажа убивают. То есть перед смертью дали что-то сделать? Дали что-то сыграть, да. Есть какие-то выдающиеся актеры, которые, ну мы про них еще мало слышали, но вот ты уже в курсе. Вот у вас внутри себя есть вот такие разговоры? Вот этот вот гениальный там актер? Конечно, сейчас все девочки, все мои подруги, мы собираемся и говорим, Ксения Рапопорт, вот это да, вот это молодец, все Европа покорила. То есть какой-то пиетет, уважение и, ну, гордость за то, что это вот, значит, если у нее получилось, значит, это может получиться у тебя. Это же здорово. Это какой-то такой, открытые окна, окна в Париж. Знаешь, возвращаясь к дедовщине в театре, как мне в свое время говорили, что вот балерина ни одна там, например, свои тапочки балетные не оставляет в коридоре, потому что обязательно кто-нибудь гвоздик вобьет, не потому что она, например, более талантливая, а потому что она там ведущую партию сегодня танцует. Пусть завтра танцует другая. Это, безусловно, такой бизнес, где каждый соперник, но тут, мне кажется, выживает два вида. Либо какие-то невероятно беспардонные люди, но их сразу видно, и никто их не любит, ибо человек, который себя очень правильно настраивает. То есть я буду делать свое дело и не буду отвлекаться на то, что у кого-то... Думаю про то, что у тебя все прекрасно получится, потому что ты знаешь как, и, во-первых, к тебе будет хорошо относиться, а, во-вторых, оно действительно будет получаться. Я не в чем-то уверена в этом. То есть ты вот... Я прошла все ады. Хорошая... Я прошла все ады, я была плохой в какое-то время в линкоме, потому что... Я почему ушла из линкома? Потому что я в какой-то момент поняла, что это уже не я, что со мной какие-то страшные вещи происходит, какой-то монстр вылезает. Я куда-то смотрю и думаю, вот, почему ей дали эту роль, когда я это лучше делаю? Думаю, у тебя все-все-все-все-все, ухожу, ухожу. Но нет, 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 это не я, чур-чур меня. Мы оставим вас с некоторыми фотографиями из Катины жизни, из Катиных работ. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.